Слово, вопрос не по теме. В Новом Завете нет ни Елена, ни Иудея и так далее. Во Христе все новая тварь, как понимать? Ну, во-первых, как бы, там ни Елена, ни Иудея, ни мужского пола, ни женского. Это же не знаете, что? Если я захочу жениться, то могу жениться на мальчике, на девочке. Во Христе Иисусе нету разницы. Или, например, мы не закрываем женские туалеты в церкви, и мужские не закрываем. Все-таки есть разница между мужчиной и женщиной. Более того, есть какие-то повеления, которые даны женам отдельно, мужьям отдельно, женщинам отдельно, мужчинам отдельно и так далее есть. Но о чем идет, о чем здесь идет речь? Речь идет здесь о том, что Павел говорит, я несу учение, которое одинаково помогает мужчинам и женщинам. Скажем, таблетка парацетамола одинаково помогает мужчинам и женщинам. И мне не важно, какого у человека пол. Если раньше считалось, что Тору давать язычникам – это страшно, а обучать Торе женщину – это обучать ее низменным каким-то вещам, то сегодня, как Павел говорит, я теперь даю учение Ишуа, которое полезно и подходит для всех. Учение Ишуа можно дать, можно дать и Елену, и Иудею, и Китайцу, и Осетину, и Кабардино-Балканцу. То есть как угодно. Это не значит, что перестал быть пол у человека или перестали быть какие-то национальные особенности.